Вот такой шикарный заяц получился у меня с самоподбором. Бумажка белая лежит для того, чтобы цвет передавался более правильно. И сейчас я вам расскажу, как делать самоподбор примитивов, не имея нужных ниток, ненужной ткани. Как это сделать быстро, приятно, удобно и с полным творческим удовольствием. Еще парочку минут или секунд зайца поснимаю, а то там финиш свой сняла и камера расфокусированная стояла. Жесть, конечно. Вот он такой получился. Так я по поводу подбора ниток просто взяла кусочек из очень длинного видео, который вряд ли кто там просмотрит до середины 50 минут. Ну, не середина, но 50 минут это много, я считаю. Мало кто будет смотреть, где-то там что-то искать. А мне кажется, что это полезная информация. Вдруг кому-то она и даже поможет, и кто-то решится что-то такое сделать. А раньше его что-то останавливало. А вдруг он раз и подумает, ага, давай-ка я тоже попробую. Я с этой целью культурологической сделаю. Ставлю тот же самый кусочек, который уже был. Так что, кто уже его видел, извините. Так вот. Такой алгоритм, короче, я годно и разработала. Что мы делаем? Мы подбираем не цвета. Мы выбираем ткань, основу, на которой будем вышивать наш примитив. Выбираем основу. Когда мы выбрали основу, мы к этой основе начинаем подбирать основной цвет. Главный, которого тут больше всего, да. Ну, так обычно и бывает. Там один основной цвет от силы два. Остальные все идут как дополнительные. Подбираем основной цвет к основе, именно к своей. То есть приблизительно ориентируемся на то, что мы видим на картинке. Но больше ориентируемся на свою основу. Подобрали основной цвет к основе. Не обязательно это будет, и скорее всего, это и не будет тот номер. Вы же его уже не нашли у себя, да. Это не будет тот номер. Это будет какой-то другой номер. Или вы даже сделаете бленд, возможно. Как я сделала. Я сделала бленд из двух цветов, чтобы получить нужный оттенок. Но, опять же, не оттенок того цвета, который указан в глазок. Если посмотреть, там другой цвет, в общем-то, совсем другой. Более горчичный, что ли. Но к моей основе вот этот цвет, я посчитала, подошел лучше всего. Соответственно, я выбрала его основной цвет. Затем, уже к основному цвету, я начинаю подбирать дополнительные цвета. Остальные, к основному. То есть, смотрю на цвет ткани, да. Но уже смотрю на основной цвет. И к нему подбираю дополнительные. Этот вариант более рабочий. Из того, что у вас есть, вы уже не привязываетесь к списку цветов, указанных. Вы исходите уже как бы из своих возможностей. И у вас как бы меньше напряга и расстройства от того, что вы не нашли, что искали. И это все, конечно, действует на нервы. Вообще бесполезные поиски. Это всегда нервотрепка. А тут вы, получается, не ищите бесполезно, притом и бессмысленно. А занимаетесь творческим процессом. Подбираете цвет к вашей основе, к выбранной. Это, кстати, очень многое может изменить. И не обязательно в худшую сторону. То есть, скорее всего, ваш вариант будет даже интереснее, лучше, чем даже тот, что указан в схеме. Это запросто. От того, как зависит от основы, очень многое зависит, вы же понимаете, да? То есть, этого же зайца делать, например, на белом, это будет совсем другой калинкор, да? А сделать такого зайца, скажем, на бежевом, это тоже будет другой калинкор. Но этот цвет уже явно сюда и тогда и не подойдет. Нужно подбирать и другой. Короче, первый шаг – это выбор основы. Вот у вас имеется основа. И, в принципе, любой примитивный сюжет таким образом можно подобрать, под любую основу подогнать его, да? Не ткань подгонять к ниткам, а нитки подгонять к ткани. Вот что. Вот это хочу сказать. Фу! Попыталась изложить вам свою идею. Попыталась. Так, ну, вроде бы, надеюсь, я понятно изложила. Это, собственно, наверное, все, что я хотела сказать. Просто мысль такая годная, я считаю. И надо ее озвучить, пока не забыла. Попыталась, пока не забыла.